не знаю не знаю не знаю не знаю да блин где такие вопросы берете не одну нафиг я пошел отсюда всем привет меня зовут флот я работаю в компании вот за фото и сегодня у нас пилотный выпуск vtf интервью vtf интервью это формат в котором мы приглашаем флата разработчиков различного уровня от junior до senior пройти онлайн собеседование мы задаем им простые и не очень вопросы по флатуру и проверяем действительно ли они соответствуют заявленному уровню начнем мы с того что познакомимся с нашим сегодняшним гостем его зовут саша давайте представимся друг другу саша я сразу предлагаю перейти на ты ты как не против да не против прессе отлично меня зовут влад я работаю чар директором в компании вот за флаттер сегодня я буду проверять насколько ты хорошо знаешь флаттер задавать тебе стандартные и не очень стандартные вопросы по флаттер технические вопросы по флаттер и конечно определим твой уровень давай начнем с небольшого знакомства можешь пожалуйста рассказать немного о себе как о разработчике еще раз всем привет меня зовут саша я флата разработчик работаю в компании вот запад отлично как на какой уровень себя оцениваешь то есть какие вопросы тебе сегодня задавать до какого уровня пойдем ну лично я себя оцениваю на уровень джуниор плюс что-то между медлом и джуном хотелось бы попробовать себя на уровне за отлично сегодня значит будем подтверждать твой уровень медла теперь я немножко расскажу по формату нашего интервью интервью будет состоять из двух модулей первый модуль это язык программирования дарт мы обсудим все что касается дартам будут вопросы только по дарту и второй модуль конечно же флата ну что ты готов да конечно отлично тогда погнали первый вопрос звучит так что ты знаешь вообще в целом о языке программирования дарт как его можешь охарактеризовать насколько он тебе нравится ну вот и все в таком духе так но стоит начать с того то что дарт довольно молодой язык то есть еще одиннадцатом году он только плюс-минус вышел разрабатывается компании google и позиционируется самой же компанией как альтернатива джаваскрипту так как как сказал один разработчик то что у джаваскрипта есть фундаментальные изъяны которые исправить уже нельзя и лучше написать новый язык для меня лично дарт преимущество дарта в том что он простой в изучении довольно легко с ним работать а также еще много различных вещей как такие как производительность и прочие факторы которые позволяют писать быстро и быстро крутые приложения на дарте окей хорошо спасибо давай пойдем дальше ты наверно знаешь что в дарте есть два вида компиляции это джастин тайм и хат оф тайм можешь что-нибудь подробнее рассказать пояснить что это за два типа компиляции зачем они нужны и чем отличаются друг от друга да конечно как ты же сказал два типа компиляции первые это аут компилятор который ходов тайм до запуска кода весь код получается анализируется компилируется и потом уже запускается вместе как общая готовая концепция а джастин тайм компилятор он во время выполнения кода по частям получается идет по коду как там и выполняется в моменте когда вот в рантами то есть работает в рантами благодаря джастин тайм компилятору есть такие возможности как от релоуд от рестарт которые позволяют нам ускорять процесс разработки окей хорошо а поясни пожалуйста подробнее про эту в тайм компиляцию вот на входе в компилятор у нас есть код написанный на дарте что у нас будет на выходе на выходе мы получим машинный код после ходовым компиляции что такое машинный код это инструкции которые понятны компилятору то есть точнее компилятору и которые понятны и машине самой процесса окей хорошо тогда следующий вопрос дарте допустим у меня есть задача объявить строковую переменную я могу это сделать написав допустим string a равно abc и могу написать vara равно abc чем будет разница можешь рассказать разница будет в том то что когда мы объявляем var у нас тип определяет то есть нас тип может меняться то есть например объявляем var abc потом то есть на этом моменте будет компилятору понятно что здесь строка потом мы можем например какое-то другое значение указать и уже будет другое когда мы укажем строку мер string а равно ABC, то у нас это уже будет прям строкой-строкой. А если мы напишем var A равно ABC, разрешит ли нам компилятор на следующей строчке написать A равно 5? То есть поменять тип? На следующей строчке да, разрешит. Вроде. Тут я тебя подправлю. На самом деле не разрешит. Если мы прямо на строке, в котором мы написали var A, явно задали тип, то этот тип уже будет неизменным. Но если мы, например, прописали var A, поставили точку запятой, тип не задали, то данный тип интерпретируется как dynamic, и уже тогда мы сможем спокойно менять. Окей. Хорошо. Следующий вопрос. В Dart у нас есть два типа constant. Final и const. Можешь рассказать, в чем разница между ними? Так, разница в том, то что два типа constant, const и final. Const должно быть известно до компиляции. То есть, например, нам нужно использовать какое-то, ну, допустим, число p. Мы можем написать как final, так и const. То есть final можно использовать вообще везде, по сути. А вот const везде использовать нельзя. В чем различие? Const должно быть заранее известно, то есть мы там пишем const, и какое-то значение четко известно, когда должно быть известно до компиляции. В случае же final мы можем, ограничение лишь в том, то что нужно быть инициализировано один раз. То есть, например, мы можем сделать что-то типа final, какая-то переменная, равно и какой-то метод, который, например, придет с базы данных. То есть мы до выполнения этого участка кода не знаем, что туда придет, и как бы вот в этом основное отличие. То есть мы не можем использовать const для того, когда мы указываем то, чего мы еще не знаем. Окей. Следующий вопрос. В Dart у нас есть понятие анонимных функций. Можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое, и чем они отличаются от обычных функций? Анонимные функции – это функции, у которых нет имени. Мы их, получается, передаем как просто в качестве кода. Вот, когда, например, нам не нужно выносить что-то в отдельные функции, мы просто передаем это как частью кода, как объект. Окей. Хорошо. Следующий вопрос. Для чего в Dart нужны именованные параметры в функциях и конструкторах? Что такое именованные параметры? Именованные параметры – это когда, например, у нас есть конструктор, в нем какое-то количество параметров, мы указываем фигурные скобки, и при передаче в этот конструктор каких-то значений мы должны прописывать именно по имени, то есть у нас будет каждый какой-то перемен, например, там будет в конструкторе A, B, C. Если мы сделаем их именованные, то будет A, то есть по конкретному имени передаем, B, по конкретному имени передаем, C, по конкретному имени передаем. Также именованные параметры являются необязательными, то есть мы можем передать два из них, а третье не передать. Окей, хорошо. Следующий вопрос звучит так. Какие существуют модификаторы доступа в Dart? Как мы можем ограничивать область видимости переменных, методов и классов? В Dart нет такого широкого спектра модификаторов доступа, как в других языках, например, Java. В Dart есть private модификатор доступа, о которой мы указываем без каких-либо ключевых слов. Мы просто нижнее подчеркивание ставим в названии функции, либо переменной, то есть перед именем устанавливаем нижнее подчеркивание, и данная часть кода будет доступна в какой-то определенной области, где мы ее объявили. Допустим, у нас в одном файле лежит два класса. И в первом классе, допустим, класс A и класс B, в первом классе у нас есть локальная переменная, то есть поле класса, и эта локальная переменная, она называется с нижнего подчеркивания, то есть является приватной. Вопрос. Если мы создадим экземпляр первого класса, класса A, внутри класса B, которые лежат в пределах одного файла, будет ли доступ к приватному полю, с нижнего подчеркивания, которое называется, у класса B к классу A? Я думаю, нет, не будет. У нас A будет доступен только в классе A. Окей, тут я тебя поправлю. Почему? Потому что приватность переменных, которые называются с нижнего подчеркивания в Dart, она распространяется на уровне библиотеки. То есть минимальный конструктор библиотеки – это файл. Соответственно, приватность будет на уровне файла, и два класса, которые лежат в пределах одного файла, будут видеть приватные поля друг друга в Dart. Если мы хотим сделать так, чтобы в классе прям все поля были приватные, виды только данному классу, то мы просто помещаем данный класс в отдельный файл. Хорошо. Хорошо. Следующий вопрос. В Dart есть такое интересное слово ключевое – dynamic. Можешь про него, пожалуйста, подробнее рассказать? И вот чем dynamic отличается от var и от object, например? Так, dynamic – это динамический тип, то есть мы можем объявить переменную dynamic, и там может быть что угодно. Чем отличается от object и vara? Object – это… В версии Donald Safety это был основной класс, от которого все наследуется. И получается разница между dynamic, var и object вроде как в начальных значениях, если я не ошибаюсь. Давай поговорим про, скажем, способ применения. Вот, допустим, мы хотим поменять тип переменных, переменные конкретные в рантайме. Что для этого нам нужно использовать? Object, var или dynamic? И что Dart позволит для такой задачи использовать? Я думаю, нам нужно использовать dynamic, и Dart позволит использовать dynamic, если нам нужно изменять переменные. переменные. Окей, я согласен здесь. Тогда подобрались мы уже практически к ключевому отличию объекта от dynamic. Если мы, допустим, объявляем переменную типа object, допустим, object a равно 5, мы же можем на следующей строке написать a равно abc, то есть поменять интовый тип на строковый тип. И в dynamic мы то же самое сможем сделать. Тогда вопрос, а зачем вообще в Dart придумали dynamic, если есть object? Хороший вопрос. Вероятно, сейчас я вспомню. Я помню, что читал по этому поводу. Чем нам? Нет, не могу вспомнить. Помни, пожалуйста. Окей, я тогда расскажу. Получается, да, действительно, мы в object ссылку можем записать любой объект и в любой момент менять. Но проблема только в том, что для того, чтобы использовать этот объект по назначению, то есть по своему типу, нам все равно придется делать явное приведение типа, потому что object нам позволит вызывать только дефолтные методы, которые имеются в классе object. Соответственно, это не есть динамическая типизация, а именно для динамической типизации у нас есть dynamic, который не просто позволит менять в рантайме тип, более того, он во время компиляции вообще не проверяет, имеются ли конкретные методы, поля у любого класса. Что он также позволяет делать. С одной стороны, позволяет легко ошибиться, но с другой стороны, это все-таки динамический тип, и именно так он должен работать. Угу. Да. Хорошо. Следующий вопрос. В Dart есть два таких интересных оператора. Первый – это каскадные операторы или каскейт, и второй – это спред оператор. Можешь рассказать про них, что-нибудь слышал, что это за операторы, для чего они нужны? Да, конечно, я их использовал. Каскадные операторы позволяют нам, например, у нас есть какой-то список, и мы хотим добавить в него пять каких-то значений. То есть нужно каждый раз вызывать функцию add, добавить. А с помощью каскадного оператора, он выглядит как две точки подряд, мы можем сделать просто список и с помощью каскадных операторов разделить функции добавления. То есть не каждый раз вызывать list add, а просто сделать лист, и там перечислить то, что мы добавляем. Это по поводу каскадного оператора, а по поводу спред оператора. Спред оператор позволяет нам скопировать. Например, у нас есть список, качество примера будет понятней. У нас есть список какой-то A, и мы создаем список B, и хотим, чтобы в списке B мы скопировали все элементы из списка A. И мы указываем, получается, там список B равно, открываем квадратные скобки, используем спред оператор в качестве трех точек, и указываем B, закрываем скобки. Получается то, что у нас теперь в списке A находятся элементы, скопированные из списка B. Как-то так. Окей, хорошо. Идем дальше. Скажи, пожалуйста, существует ли в Dart переопределение и перегрузка? Переопределение и перегрузка. Переопределение существует, а перегрузка... Перегрузка не существует вроде, если я не ошибаюсь. Окей, да, все верно. Вместо перегрузки у нас в Dart есть возможность множества... У нас есть множество типов параметров функций. У нас есть именованные, неименованные, обязательно именованные, обязательно неименованные. И это, что касается переопределения, перегрузки функций, если нам нужно перегружать конструкторы, то у нас есть именованные конструкторы еще в Dart, поэтому такая альтернатива была придумана разработчиками из Google. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Несколько вопросов задам по null safety. Давай начнем с такого общего вопроса. Слышал ли ты вообще, что такое null safety? Я имею в виду не старый null safety, который был раньше, до Dart 2.0, а новый sound null safety, который появился в Dart 2.0. Что это вообще такое? Можешь так в двух словах рассказать, описать, что это такое, зачем это нужно? Да, я сталкивался с этим. Даже на практике приходилось проект переписывать, поднимать версию до null safety. Что это такое? Это получается нулевая безопасность, если так можно выразиться. Концепция в том, что раньше, до null safety, получается основным классом в Dart, от которого все наследовалось, является object, являлся object, и получается у всех типов было дефолтное значение null. И они, получается, были nullable, то есть они могли иметь значение null. Сейчас с появлением null safety все по дефолту имеют значение non-nullable, то есть это позволяет нам, и чтобы сделать переменную nullable, нам нужно там указать именно, что она будет иметь возможность быть nullом. Это позволяет избегать множества ошибок, таких как, ну, со стороны даже программиста, потому что это тоже ответственность в наших ключах. Вот. В принципе, если вкратце, то отчасти все. Хорошо. Такой вопрос. Вот null safety в целом придуман, этот механизм придуман для того, чтобы максимально исключить возможность появления ошибок, связанных с null-значениями переменно. И отсюда следует вопрос, правда ли, что вот в новом sound null safety, который Dart 2.0 и выше, вообще невозможно получить null pointer exception в варантайме? Нет, к сожалению, неправда, потому что все равно есть, например, оператор восстановительного знака, когда у нас, например, переменная, мы пытаемся к ней через точку, ну, например, объект, через точку обратиться, нам говорит анализатор то, что нет, тут нельзя так делать, а мы говорим, что здесь может быть null. А мы ему ставим восстановительный знак, говорим, нет, тут типа все будет окей, мы уверены в этом. И мы запускаем, и у нас все падает. Ну вот, это один из примеров, потому что, ну, то есть ошибки возможны. Окей, а, кстати, знаешь, как называется вот этот оператор, воскресательный знак в своем каноническом виде, как он на английском называется, еще по-другому? как он на английском называется, по-другому? Нет, не знаю. Это так, больше вопрос. В сторону, это называется банк оператор, то есть можешь, наверное, на собеседовании тоже слышать, там, что такое банк оператор, или, ну, как работает банк оператор, и чтобы ты понимал, что это имеет в виду воскресательный знак, который в null safety. Хорошо, следующий вопрос, это в каких случаях можно объявить не nullable переменную, то есть без вопросика, и при этом не установить для нее дефолтное значение в новом Dart с null safety? Так, у нас, получается, есть три таких случая. Первый, это late, ключевое слово late. Мы можем его указать, и это говорит о том, что переменные, будет инициализировано позже, то есть она вот у нас есть, она non-nullable, и мы ее проинициализируем позже, то есть, и обязательно, чтобы где-то один раз потом мы ее проинициализировали. Если проинициализируем второй раз, будет уже плохо. Вот. Второй случай, это когда мы в конструкторе можем явно указать, то есть, например, у нас есть какие-то поля класса, в конструкторе можно написать, там, здесь, там, не знаю, поле, равно 5. В таком случае все будет хорошо, и мы можем так инициализировать, а также с помощью списка инициализаторов, это после конструктора, через две точки можем указать также значения для переменной. Ну и третий случай, когда мы объявляем переменную внутри функции, так как сам компилятор понимает, что здесь функция, и здесь допустимо, чтобы переменная не инициализировалась. Окей, хорошо, спасибо, давай еще такой последний вопрос по null safety и пойдем дальше. Вопрос следующий, почему он по null safety, сейчас, может, поймешь, для чего, нет, не такой вопрос, можно ли объявить локальную final переменную и не задать для нее значение дефолтное сразу же? Локальную final переменную и для нее не задать сразу же дефолтное значение? Да, я вот почему спрашиваю, в старом Dart был такой один единственный кейс, когда мы могли объявить final переменную и не задать значение, это кейс, когда final переменная передавалась в конструкторе, либо задавалась в инициализаторе, соответственно, сейчас в Dart 2.0 были ли какие-то сделаны изменения в этой части, то есть можно ли сейчас локально объявить final переменную и не задать для нее значение? Я думаю, сейчас нельзя, потому что если мы объявим локально final переменную, она будет сразу типа non-nullable и мы потом не сможем ее проинициализировать, но только если мы добавим late, получается, чисто теоретически, я не очень уверен. Окей, ну тут ответ такой, на самом деле можно, то есть по той же причине, почему мы можем объявить локально не аналабл переменную и при этом не задать для нее сразу значение, то есть здесь есть корреляция, вот так как в новом Dart разработчики добавили возможность компилятору анализировать дерево, ветвей, хотя во всех ветвях дерева во всех условиях было задано значение для non-nullable переменной, то, соответственно, сюда же еще перекладывается возможность проверки также для final переменной, то есть что final переменная она будет задана в данной функции, поэтому вот такое тоже есть нововведение. Так, следующий вопрос по Dart есть такая важная область, которую стоит затронуть, это то, как работает Dart с точки зрения многопоточности, асинхронности, можешь рассказать вообще все, что ты знаешь по этому поводу, как в Dart мы там, в помощи чего Dart позволяет осуществлять нам асинхронные операции, такие как походы в сеть, запросы к базам данных и так далее. Так, начну общество то, что для чифо нам асинхронность нужна, в принципе, когда мы выполняем код последовательно, то есть у нас есть просто какая-то очередность последовательного выполнения, на практике случаются моменты, когда, как ты сказал, нужно, например, что-то взять из сети. Понятно, что эта операция будет не мгновенная, это будет занимать какое-то время. И для этого, чтобы весь остальной код, который там дальше есть после вот этого вызова, например, какого-то метода, чтобы он дальше работал, а вот это, то, что там будет, оно когда-то потом придет, и мы это сможем использовать, чтобы приложение в этот момент просто не зависало, когда мы, не знаю, картинку пытаемся забрать с сети или с базы, а в это время приложение лежит. Такого быть не должно, поэтому мы можем использовать асинхронность. Что это такое? Например, вот на примере того же метода забора картинки мы можем указать ключевое слово асинк в сигнатуре метода. Вот. И с помощью ключевого слова await, когда мы вызываем что-то на три метода, например, именно обращение в базе, мы можем указать, что вот этот, на этой строчке кода происходит, получается, нужно, здесь вот у нас есть вызов, который мы должны подождать. То есть, например, у нас есть какой-то метод, который делает запрос и потом возвращает значение. И мы, получается, говорим о том, что с помощью async await мы метод делаем асинхронным, его результат будет когда-то в будущем, то есть в данном не прямо мгновенно, когда мы его вызвали, и когда с помощью await, когда результат придет, когда мы уже получим значение, мы, получается, вернем эту картинку к тому же в приложении, где нам нужно ее использовать. Еще такой плюсом, то, что вот когда мы это делаем с помощью await, все остальное приложение на Flutter является кликабельным. То есть, да, у нас есть какая-то там загрузка, это все, запрос ушел, мы ждем его, но нет такого, что в это время приложение вообще не отвечает, то есть, нельзя нажать, все нажимается, все можно, просто этой картинки еще нет, то есть, мы ждем этого когда-то в будущем. Окей, хорошо, скажи, пожалуйста, какой тип данных будет возвращать метод асинхронный, то есть, тот, который помечен асинк, ключевым словом. Да, вот про это забыл сказать, спасибо, что напомнил, будет возвращать эти данных фьючер, который, как бы, по названию понятно, что он будет возвращать, как бы, как в будущее, то есть, что-то, что придет нам потом. Хорошо, раз уж затронули фьючер, можешь рассказать, что такое фьючер-билдер, уже понятие из Flutter? Фьючер-билдер позволяет нам, ну, я вот могу рассказать, например, для чего я его использовал, у меня было необходимость обращаться к базе, и я не знал, в какой момент придет, ну, что-то типа, у меня было что-то типа чата, и когда приходит сообщение, я должен был что-то сделать. Вот с помощью фьючер-билдера он, получается, как, позволяет нам в зависимости от каких-то значений что-то потом сделать, вот значения придут, и мы что-то сделаем, то есть, как, ну, будущий строитель, как бы, по названию понятно, чем он занимается, в принципе, позволяет нам какие-то вот действия производить с тем, что основанные на ожидании чего-то. Хорошо. Скажи, пожалуйста, почему, если у нас есть асинхронный метод, он помечен асинг, то в нем нельзя производить длительных вычислительных операций? длительных вычислительных операций, почему нельзя в нем производить? Ну, это затронет производительность, потому что, ну, да, это очень плохо отразится на производительности, если мы так будем делать, но точно сказать, почему, не могу, потому что сам на практике не пробовал, как бы, это явно плохой подход. Окей, я тогда здесь вкратце расскажу тебе и, в принципе, нашим зрителям или слушателям подкаста, то, что если у нас есть какой-то асинхронный метод, и он в любом случае при вызове, мы его вызовем событийно, то есть это будет являться событием для нашего ивент-лупа, который, собственно, позволяет в Дарте реализовывать асинхронность. И вот это событие мы должны с вами вспомнить или знать то, что ивент-луп, он имеет такую особенность, то, что он выполняет только одно событие единовременно, то есть пока событие не выполнится, следующее событие в ивент-луп для выполнения попасть не может. И, соответственно, так как соответствующий код данному событию будет долгий не за счет того, что он асинхронный, его вызов можно отложить асинхронного кода, а за счет того, что там просто длительная вычислительная операция, то пока ивент-луп не выполнит данную операцию, у нас не будет возможности закинуть туда еще какие-то ивенты. Соответственно, приложение зависнет, и в таких случаях мы обычно используем новый isolate для того, чтобы обрабатывать все-таки сложные вычислительные операции. Окей, наверное, все по дарту. Можно было бы куда больше вопросов задать, жаль, что мы ограничены по времени. В целом, я думаю, мне удалось посмотреть базу по дарту, поэтому перейдем к вопросам по флаттеру. Как обычно, начнем с такого общего вопроса. Можешь рассказать в двух словах, что такое флаттер, и как он работает, не суперподробно в детали, не нужно вдаваться просто в что такое флаттер, как он работает, и чем его работа отличается от других кроссподформенных фреймворков. Так, начнем с того, что флаттер кроссподформенный фреймворк, как ты уже сказал, развивается компания Google, довольно молодой, то есть он вроде стабильная версия, вышла в 2018 году, если не ошибаюсь. Чем отличается тем, то, что принципом его работы, то есть он получается, все, что ему нужно от какой-то определенной платформы, это только возможность что-то на ней делать, то есть ему нужен просто доступ к тому, что он к холсту, чтобы он что-то делал, рисовал, а всем остальным будет заниматься он сам, то есть это как основная концепция флаттера, почему он отличается и почему он используется. Окей, хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос. Можешь рассказать, что такое, два слова таких интересных есть во флаттере, купертина и материал? Часто слышим, наверное, можешь рассказать, что это такое? Купертина и материал это получается наборы виджетов, которые относятся к Купертина к iOS платформе, а материал к Android. То есть это различные, например, в Купертина свои иконки, в iOS свои иконки, в Android свои иконки, стрелочки и прочие. Различные отличия между этими платформами, они представлены как огромный набор, который позволяет разработчику выбрать и использовать то, что ему необходимо, то, что ему нужно, то есть не ограничено практически в ресурсах. Окей, а вот ты сказал такую фразу, то, что Купертина это больше для iOS, материал чуть больше для Android, а можем ли мы разрабатывать приложение под iOS, используя материал, и наоборот под Android, используя Купертина? Да, конечно, можем, здесь нет ничего плохого в этом, то есть мы можем использовать, если нам больше нравится, мы делаем какое-то свое приложение, которое мы хотим, чтобы выглядело именно вот так, мы можем спокойно использовать для Android виджет из Купертина, какие-то кнопки или загрузку, например. Окей, хорошо, тогда следующий вопрос, какие вообще операционные системы поддерживают на данный момент Флаттер? На данный момент Флаттер поддерживает macOS, Linux, Windows, Web, Android и iOS. вроде Вспомнишь, в каких версиях, на каком уровне поддержка, то есть у всех ли сейчас стейбл поддержка или у чего-то есть ранний доступ или бета, альфа, такой момент, знаешь? Если я не ошибаюсь, то вроде Linux, не стейбл еще, он недавно вроде вышел буквально, именно какая-то концепция от Google по поводу Флаттера в Linux. И в Web не уверен насчет стабильной версии в Web, но пока что в Web он так работает. Местами хотелось бы лучше и может лучше, я думаю. Окей, по поводу работы я согласен, по поводу версий мы с Кириллом подробно рассказывали, в каких каналах сейчас, что находится в первом выпуске WTF Show, так что, если не смотрели, обязательно посмотрите, всем подписчикам говорю. В общем, работает так, у нас iOS, Android, Web это уже стейбл, стейбл канал, стабильная версия, это продакшн, и все, что десктоп, это Google это называет, не помню, как называют, но в общем, по сути это бета, вот, поэтому десктоп, все десктопы это бета, на данный момент уже можно писать в принципе десктоп-приложение под Flutter, но еще будут достаточно много изменений вноситься, не все вещи работают стабильно, не все библиотеки, даже меньшинство библиотек пока что адаптировано под десктоп, под операционной системой, которую ты перечислил. Да, это заметно. Окей, хорошо, следующий вопрос, можешь рассказать, вот во Flutter есть виджеты, что такое виджеты и какие виды виджетов бывают? Так, по поводу, что такое виджеты, можно дать много разных определений, то есть это как, ну, если очень просто, то это как часть чего-то на экране, вот у нас есть какая-то, то есть в Flutter все является виджетом, то есть все там, кнопка, списочек какой-то, то есть все как является виджетами, и даже сам экран в общем является виджетом, то есть как концепция такого дерева, где вот есть что-то одно общее и от него идет ответвление. Вот, по поводу видов виджетов, есть два типа виджетов, stateless и stateful. Stateless виджеты, они не имеют свое состояние, то есть они вот, мы их сделали, stateless виджет, и он, как бы, мы присматриваем то, что он не должен изменяться. Плюсом использования stateless виджетов, где мы их можем использовать, является то, что они работают быстрее, то есть когда мы используем stateless, его не нужно перерисовывать, он работает, ну, более высокая производительность, чем если мы используем stateful, поэтому там, где мы можем использовать stateless, мы, по идее, должны его использовать. По поводу stateful, они описывают двумя классами, один является самим виджетом, а другой является классом состояния. Получается, мы можем изменять состояние, когда мы изменяем состояние, виджет перерисовывается в зависимости от того, что мы там поменяли. У Flutter нет неявного отслеживания состояний, то есть нам нужно именно указать с помощью, например, setstate, то, что мы состояние поменяли. Если мы просто изменим значение, Flutter сам не отследит это, и значение не поменяется. Вот, в принципе. Окей, хорошо. Есть такое понятие, как inherited widget в Flutter. Можешь здесь рассказать, что это такое и где это применяется? Inherited widget это виджет наследования. Мы, получается, если делаем inherited widget в дереве, то в какой-то части дерева мы делаем inherited widget, и виджеты, которые ниже его по дереву, будут иметь к нему доступ. Делается это для чего? В случаях, может быть, я думаю, много, но, например, приведу пример в качестве смены темы. То есть мы можем предоставить inherited widget всему дереву, когда у нас есть приложение, и когда мы изменяем тему, этот виджет будет отвечать за смену цветовой темы приложения, и с помощью этого все виджеты будут иметь к нему доступ, будут получать от него данные по текущей теме, и выглядеть, как они должны выглядеть данными. Окей, хорошо. Вот во Flutter есть такое понятие, как ключи или кейс. Можешь рассказать, для чего вообще такая сущность существует, как это применяется на практике? Ключи существуют, вообще, ключи есть несколько типов, там есть глобальные, их вроде 4 всего, все не помнят, используют для того, чтобы мы могли явно идентифицировать виджет в дереве, например. То есть у нас есть ключ виджета, и мы можем к нему прям обратиться, просто бывают ситуации, когда, например, у нас там есть одинаковые виджеты, и нам необходимо использовать ключ, чтобы уточнить именно, какой мы хотим, какой мы имеем в виду, ну, что-то типа того. Хорошо, я понял. Так, следующий вопрос. Какие жесты позволяет Flutter нам обрабатывать, на какие жесты пользователя позволяет Flutter реагировать? жестов довольно много, то есть тапы, свайпы, долгие нажатия, ну, все, что касается нажатий, плюс есть увеличение, когда мы растягиваем, ну, сложнее сказать, какие жесты мы не можем обрабатывать. Все, которые предусматривают современные устройства, те, которые как бы общеприняты, Flutter позволяет нам обрабатывать и как-то с ними взаимодействовать. Хорошо. Следующий вопрос. Вопрос будет про контроллеры. Есть такое понятие во Flutter как виджет контроллера. Скажи, пожалуйста, доводилось ли тебе их использовать и расскажи, для чего они вообще нужны? Да, конечно, доводилось. Самый простой пример, например, когда у нас есть какое-то, ну, поле для ввода текста, и мы используем контроллеры для того, чтобы отслеживать там, что-то мы ввели, не ввели, то есть он как контроллер, получается, отслеживает состояние виджета текущее и позволяет нам с помощью этого состояния что-то там реагировать. То есть, например, ну, любые возможные действия, то есть там ввели символ, поменяли кнопку ввода на другую. Ну, например, в качестве, вот, еще один такой пример, ну, для чего можно использоваться. Вот ввели мы символ, и, как, например, в том же Телеграме мы хотим, чтобы кнопка поменялась с записью голоса, точнее, с отправки сообщения на запись голоса, ну, или наоборот. Вот, мы для этого можем использовать, как бы, и таких случаев много. То есть контроллер позволяет нам отслеживать состояние виджета. Окей, а теперь будет такой вопрос составной из нескольких виджетов, то есть я тебе сейчас перечислю несколько виджетов, и ты просто расскажешь про каждый вкратце, где он применяется. Окей, давай так, первый, это scaffold, контейнер, expanded, ну, и в принципе, ну, и material app. Так, начнем по иерархии, ты чуть-чуть их перемешал, видимо, специально. Material app, это виджет, который, в общем, является нашим material-приложением. То есть, если мы указываем виджет material app, мы говорим о том, что мы собираемся использовать material, материал, как это сказать, конструкцию в нашем приложении. Вот, то есть, это как бы, это первое. Дальше, scaffold. Scaffold у нас является как, вот, у нас есть material, то есть это вообще приложение, а scaffold у нас как вот начальный уровень для того, чтобы что-то на нем на экране, например, добавлять. scaffold, это как общая концепция экрана, в общем, можно так сказать. Далее, что там ты говорил? Контейнер, да, правильно? Контейнер используется для того, чтобы нам какую-то область выделить, то есть, ну, что-то, например, какую-то часть, мы там, не знаю, хотим, хотим использовать 160 на 160 размером, какой-то квадратик, например. вот для этого можно использовать контейнер, то есть, поместить что-то во что-то, то есть, как и контейнер в реальной жизни, для чего используется. Вот, и далее expanded, expanded позволяет нам занимать всю доступную оставшуюся нам область, то есть, например, у нас есть какой-то там один виджет, второй виджет, и вот третьим, там, мы не знаем, например, вот мы этим указали размеры, а там, сколько там осталось, мы не знаем, и мы хотим, если мы хотим занять всю область, например, экран на нижнюю часть, то мы пишем expanded, и виджет будет, как бы, заполнять все оставшееся пространство, которое позволено. Окей, хорошо. Следующий вопрос. Есть такой классный виджет, называется Layout Builder. Можешь рассказать, для чего он применяется? Layout Builder используют для того, чтобы поменять нам разметку в зависимости от каких-то условий. Например, у меня буквально недавно была ситуация, когда нужно было сделать кое-какую адаптивность и в зависимости от размера экрана, так как приложение было одновременно там и на планшетах, и в браузере. В общем, например, такой случай, то есть мы можем сделать Layout Builder и там в условии указать, например, то, что если у нас доступное пространство больше 700, ну, по ширине, даже указать доступную ширину, то мы возвращаем, например, такой-то виджет, то есть такую-то там разметку, такую-то там колонку и прочее, то, что мы хотим. А если меньше, то есть в другом случае, мы можем вернуть что-то другое, то есть то, что мы хотим, то есть в зависимости от каких-то условий мы можем изменять нашу разметку на экране. Окей, хорошо. Теперь перейдем к такому блоку вопросов, очень важному, это вопросы по архитектуре. Начнем с общего вопроса, это можешь рассказать, какие виды архитектур, я имею в виду архитектуры, state management архитектур, потому что в Flutter все архитектуры, они так или иначе связаны на state management, какие state management архитектуры ты знаешь, какие доводилось применять на практике, какие нравятся, какие не нравятся, какие ты предпочитаешь. Так, ну, начну с самого распространенного, это Flutter блок, в частности, Qubit. Это использовал больше всего, больше всего, в принципе, нравится. Также есть, ну, принцип основан блок, сокращение от business logic component, то, что у нас разделяется, получается отдельно, то, что относится к юзер-интерфейсу, относится отдельно, и часть, которая отвечает за всякую логику взаимодействия, относится отдельно. То, что получается, то, что относится к Flutter, его виджеты должны заниматься вычислениями и прочим, идет просто обмен. То есть, если, например, на примере Qubit мы отправляем какую-то функцию в Qubit, нам возвращается какое-то новое состояние, то есть Qubit нам, получается, возвращает состояние, которое перерисовывается на экране. Вот. Дальше, например, в последнее время я посматриваю на GitX, очень удобная структура, тоже использовал один раз, но до конца потрогать не представилось возможным, не было возможности. Вот. Концепция тоже построена на том, что у нас есть какой-то контроллер, именно для… у нас есть виджет, для него есть контроллер. И в этом контроллере происходят какие-то действия, которые мы хотим. То есть, там, ну, очень, грубо говоря, похоже с контроллером, который мы упоминали до этого, на примере, там, текст формфилда. Здесь именно контроллер у всего, там, например, экрана, там, виджета, неважно. И мы, получается, с помощью этого контроллера, то есть он выступает, в принципе, можно сравнить ее с кюбитом, то есть по примеру взаимодействия тоже мы вызываем какую-то функцию, и у нас изменяется экран, то есть изменяется состояние. Вот. В принципе, что еще сказать по поводу стейт-менеджмента? Ну, много различных существует вариантов, и в выборах архитектуры нет никогда идеального решения, всегда, ну, просто есть решение, которое наиболее подходит к какой-то конкретной задачи. Вот. В принципе, все. Окей, а скажи, приходилось у тебя применять такие более простые архитектуры, архитектурные решения, такие как, там, inherited widget или провайдер, например? Да, приходилось, вот, я как уже упоминал по поводу inherited widget, мое, одно из первых приложений было, когда нужно было сделать смену темы, и я делал ее с помощью inherited widget. Мне тогда показалось это, ну, неплохим решением, в принципе, оно и так, плюс-минус, нормально. Вот. использовал. По поводу провайдеров, по поводу провайдеров, честно, не помню. Наверное, использовал, но, вероятно, не в ближайшее время, не в ближайшем прошлом. Окей, я понял, хорошо. Давай поговорим про анимации во флаттере. Говорят, что флаттер вообще очень богат на фреймворк анимаций. Что ты по этому поводу знаешь? Какие анимации тебе приходилось реализовывать во флаттере? Может, какую-нибудь самую сложную, например, вспомнишь анимацию? И какие для этого во флаттер на данный момент существуют инструменты? Так, по поводу анимаций. Флаттер действительно с анимациями очень дружит. То есть, все, что касается пользовательского интерфейса, красоты, любого там взаимодействия, флаттер в этом хорош. Действительно. Поэтому его, например, часто используют. То, что вот говорят, такое свержение, то, что флаттер хорошо используется, когда нужно быстро показать какой-то проект с минимальными вложениями, быстро показать, например, заказчику. Вот. По поводу анимаций. Анимаций тоже очень много различных. То есть, так же, как и по поводу жестов, сложнее сказать, каких нет. Много разработчику описывается большой функционал, то есть, можно использовать слайды, увеличение, мигание, масштабирование. То есть, все, что там угодно, можно использовать. Вот. Что мне доводилось использовать? я использовал красивые анимации переходов между страницами, потому что это то, где чаще всего пользователь, если в положении много страниц, где он чаще всего взаимодействует. Я вот это делал. Плюс еще было такое, то, что я делал анимации для кнопки. То, что тоже свою кастомную, потому что мне захотелось именно такая, и все. Не хочу никакую другую, хочу такую. Поэтому тоже вот этим занимался. Работать с анимациями Flutter довольно просто, и анимации Flutter работают довольно неплохо. То есть быстро, и, в принципе, если хорошо все реализовать, то все будет очень круто. Хорошо, спасибо. И еще давай поговорим про то, как мы делаем дебаггинг для Flutter приложений, какие вообще у Flutter есть для этого инструменты, как мы дебажим Flutter приложения, можем ли вообще там ставить брейкпоинты, например, или что-то есть посложнее для того, чтобы отслеживать во время разработки состояние приложения, отслеживать то, насколько хорошо оно работает, сколько багов, эксепшенов и так далее возникает, какие запросы в сеть отправляются и так далее. Есть ли что-то, какое-то решение у Flutter для такой задачи? Да, конечно, есть, так как Flutter пользуется все больше и больше людей, да и в принципе современная технология, поэтому такие вещи необходимы. Мы можем, как ты уже сказал, ставить брейкпоинты, дебажить, с отслеживаем состояние, то есть мы можем поставить миллион брейкпоинтов и отслеживать состояние нашего приложения в любой момент, когда мы захотим. Плюс есть различные штуки, как вы уже упоминали, вроде WTF Show по поводу недавно то, что мы связаны с памятью, отслеживанием памяти. То есть можно отслеживать не просто объем оперативной памяти, а вот как, например, определять узкие места в приложении, когда, то есть так чисто визуально можем не заметить, а когда мы это можем отследить именно вот уже по графикам, когда мы видим сколько у нас памяти, мы можем понять, что а вот да, здесь я накосячил, здесь написано не очень хорошо и это нужно переписать. Вот. Так что средств очень много, также вот про hot reload, hot restart значительно позволяют ускорить процесс дебайпинга и разработки, потому что действительно местами, если бы этого не было, я не представляю, насколько бы дольше пришлось потратить времени на разработку и дебайпинг. Отлично, спасибо. Еще хочу задать тебе такой организационный вопрос, это какие твои задачи типовые на проектах, то есть какого уровня решения инженерные ты можешь принимать на той позиции, на которой ты сейчас находишься. это просто фиксы каких-то мелких багов, или ты можешь брать на себя ответственность, закрывать целиком фичи, или даже брать ответственность за архитектуру. Расскажи в этом плане, какие задачи на данный момент у тебя на проектах. На данный момент, если говорить в общем о проектах, которые уже были, то в основном это фикс багов и внедрение фич, тоже также я могу на себя взять, и также внедрение различных сервисов, то есть для отслеживания, для всего-то, сервисы в приложении. По поводу архитектуры, да, мне приходилось заказывать архитектуру, но я думаю, это был больше разовый случай, чем на постоянке. Ну, пришлось, один раз было нужно заложить полностью архитектуру для приложения, потому что было все довольно плачевно. Вот, а если говорить о типовых задачах, то это в первую очередь внедрение фич и фиксинг различных багов, которых бывает иногда очень-очень много. Окей, хорошо, спасибо. Я думаю, на основной части вопросов мы уже прошлись, к сожалению, формат данного, данный формат Flutter интервью не позволяет нам выходить за определенные временные рамки, поэтому давай, я постараюсь сейчас тебе дать фидбэк по интервью, и ты сможешь послушать то, что я, в принципе, услышал и проанализировал. Так, ну начнем с Дарта. По Дарту ты достаточно хорошо, я считаю, ответил на большинство вопросов, да, были какие-то пробелы, я думаю, не буду сейчас останавливаться на вопросах, если что, потом сможешь пересмотреть это интервью, посмотреть, на какие вопросы ты не ответил, и эти области чуть более глубоко по-ресерчить, повспоминать и устранить пробелы. в целом, язык Дарта, я думаю, ты знаешь достаточно неплохо, и все, что касается базы, все, что касается синхронности, на большинство вопросов я получил ответы, и ответы были уровня, которые я ожидаю слышать от middle флаттер-разработчика, что касается Дарта. Дальше, что касается флаттера. Ну, база у тебя отличная, то есть ты на все вопросы касательно, примитивные вопросы, касательно виджетов, касательно того, где что используется, касательно всей базы, так скажем, флаттера, того, как это работает, и более того, классно достаточно рассказал про концепцию саму, того, как работает флаттер, как он применяется, почему именно флаттер, мне это понравилось. Опять же, ну, были какие-то пробелы, я не могу сказать, что ты ответил прямо на все идеально, ты, наверное, сам это понимаешь, что не на все вопросы ты либо дал ответ, либо дал такой полный ответ, так скажем. Про архитектуру, например, ты рассказал про два таких фреймворка, про два архитектурных решения, про блок рассказал, я так понимаю, потому что это такое самое распространенное на проектах, в которых ты уже успел поучаствовать в решении, рассказал немножко про Gitx, что-то вспомнил про inherited widget, вот, хотелось бы, если для роста на будущее, чтобы ты более философски подходил к этому вопросу, начинал с того, что есть базовая архитектура во флаттере, есть там провайдер inherited widget, в каких-то случаях мы их будем применять, вот такое приложение, такая сложность, я буду применять эту архитектуру, вот, в случае, если в приложении такие требования, я применял эту архитектуру, и как-то это подкреплять немножко примерами, более философски подходить, это для того, чтобы отвечать на этот вопрос, как отвечают ребята синего уровня, которые уже бывало, так скажем, в этом вопросе. Дальше, что еще хочу сказать, мне нравится то, что то, что ты отвечаешь на некоторые вопросы, приводя реальные кейсы, реальные примеры из своего опыта, это уже показывает то, что ты точно не джуниор разработчик, ты как себя оцениваешь, джуниор плюс мидл разработчик, это точно уже такой мидловый подход, когда ты, можно сказать, у тебя есть какой-то опыт, и ты отвечаешь, вот я на проекте применял вот эту штуку, могу рассказать, а вот на другом проекте вот это мне приходилось сделать, это вот кейсы, как ты отвечал про анимации, про inherited виджет, например, то есть это достаточно приятно слышать, это не просто там книжек начитался и пришел отвечать на вопросы, это реально виден опыт, так скажем, что касается ответа на вопрос твои задачи, твои зоны ответственности, это тоже понятно, что команда тебя оценивает тоже уже далеко не на джуниор уровень, но пока и не на синий уровень, как я понял, у тебя не было кейсов, чтобы ты полностью с нуля закладывал архитектуру, принимал какие-то глобальные решения, но при этом ты уже далеко не просто фиксишь баги и ревьюешь код, просто уже какие-то полноценные фичи разрабатываешь, закрываешь, взаимодействуешь в команде, что также подтверждает твой медловый уровень, поэтому такая хорошая новость, я считаю, что ты свой уровень подтвердил, что касается еще такую важную ремарку сделаю, что касается наших подписчиков или слушателей подкаста, да, мы не прошлись вообще по всем аспектам Flutter, можно было куда больше задать вопрос и про сетевые взаимодействия, и про реал-тайм взаимодействия, про локальные базы данных и так далее, только единственный момент, то, что цели у нас такой не было, не было у нас вообще прощупать цели, не было цели прощупать все вообще аспекты Flutter, была цель пройтись вот по каким-то основным вопросам, взять разные области, затронуть и посмотреть, как разработчик на эти вопросы отвечает, поэтому прошлись по тем областям, которые успели обратить внимание, в следующий раз, возможно, следующих интервью будут немножко другие области, и так потихоньку, потихоньку мы будем вообще покрывать весь Flutter, поэтому как-то так, всем тогда, наверное, будем завершать наше интервью, всем пока, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, я уже запомнил, что нужно говорить в таких случаях, да, выучил, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, пишите вопросы по Flutter, которые можно добавить в следующее интервью, пишите претензии, если вы чем-то не согласны относительно моих вопросов, я не претендую на роль лучшего Flutter интервьюера в мире, поэтому будем рады конструктивной критике, и до следующего раза в выпуске VTF интервью или VTF шоу, пока. Всем пока. Продолжение следует...